Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу поговорить об одном из эпизодов боев на линии Пантера за город Нарва, который немецкая пропаганда называла не иначе, как самым восточным городом Рейха, а одноименную реку границы Германии. Итак, на 14 февраля 1944 года была запланирована весьма интересная операция, в ходе которой нарвская группировка противника должна была быть окруженной. С Плацдарма южнее города должны были ударить основные силы, причем в целях маскировки форсирование реки танками запланировали на утро, в день операции. На севере должен был высадиться десант в виде 571 батальона 260-й бригады морской пехоты. Ну, об убытии их из Ленинграда сообщила местная агентура. Также приготовление вскрыл и финский самолет-разведчик. Причем противодействие нашим войскам тогда обсуждалось на самом верху, в присутствии Гитлера. Тем не менее, в ночь на 14 февраля высадка началась. Причем высаживаться приходило в воду, в ледяную, где глубина была немалой, так как место выбрали неудачное. И если первая волна высадилась относительно спокойно, то вторая уже это дело под арт огнем противника. Но все же стоит отметить, что десант хоть и ждали немцы, но его начало проспали. Всего численность десанта составляла 432 человека. Огнем с воды их не поддерживали из-за опоздания кораблей к месту высадки. Но это только начало невезения. Дальше враг против десанта, задачей которого было двигаться на юг железной дороги, по которой шло снабжение нарвской группировки, кидает против них крупные силы. В этих боях даже задействуют три танка «Тигр». Причем у краснофлотцев только стрелковое вооружение. Во время высадки тяжелое ранение получает майор Маслов, который командовал десантом. Он погибнет вскоре в плену, успев дать показания врагу. Поэтому немцам он расскажет еще об одном более крупном десанте и тем самым отличет его силы от южного плацдарма. Конечно же еще один десант не планировался. Далее десантники делятся на три группы и продолжают свой неравный бой, который отчетливо слышали на южном плацдарме, но помочь им они не могли. Выдвинувшиеся танки на плацдарм оказались заблокированы, так как под первым же танком Т-34 рухнул мост через Нарву. Как и то, группы десантников блокируются и уничтожаются к 16 февраля 1944 года. К своим выходят только единицы. Из первой группы вышел один человек, из второй шесть, а из третьей всего три. Вот так закончилась эта операция, одной из причин провала которой стал ненадежный мост, на ремонт которого ушло порядка двух дней. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok